Это классическое приветствие тэквондистов. С него начинается каждое занятие. Сегодня оно не совсем обычное. Показать мастер-класс начинающим бойцам пришли Никита Демин и Исламнур Ибрагимов. На чемпионате мира, который прошел в болгарском Пловдиве в августе, они завоевали две медали. Исламнур Ибрагимов стал вторым среди ветеранов в категории 50-59 лет, уступив спортсмену из Японии. А Никита Демин взял бронзу среди юниоров от 14 до 17 лет. Для Никиты это было первое мировое первенство. Вообще, приехав на чемпионат мира, я даже не подозревала, что тэквондо может быть, допустим, в Камбодже, в Канаде, в США. И в моей категории было много соперников из разных стран. Спортсмены из Барнаула выступали в категории «Комплекс технических упражнений». Они должны были продемонстрировать разнообразный набор приемов – тули. Всего их 24. Судьи оценивали технику исполнения, выбирали победителя. Никита Демин свое мастерство на татаме показал без тренера – Дмитрия Савельева. На чемпионат мира могли поехать только два человека. Поэтому наставник за результатами подопечного следил через интернет. Единственное, как я мог отслеживать, это была таблица, в которой продвигались спортсмены. Я просто полночи сидел и смотрел. Как бы вот раз появился следующий, следующий. Как он сначала прошел латвийца, конечно, было радости. Потом чилийца выиграл. Ну и когда он вышел с родоначальниками тэквондо, спортсменом из Северной Кореи, там, и когда он его выиграл, эмоций было много. Роль тренера Никиты взял на себя Исламнур Ибрагимов. Как признается, за подопечного волновался больше, чем за себя. Когда ты сам выходишь, то все отдается тебе. То есть ты сам себя можешь контролировать. То есть у тебя есть эта возможность контролировать. А вот когда выходит другой, и там это самое, как бы переживаешь, и нету возможности контролировать. И поэтому вот этот вот конфликт происходит. Ты хочешь контролировать и не можешь. Спортсмены планируют участвовать в чемпионате мира и в следующем году. Никита мечтает стать чемпионом мира, Исламнур – наставником чемпиона. Иван Горбатов, Роман Хайрулин. Новости.